Друзья, догадались. Друзья, догадались, о чем сегодня я буду учить. Давно не было, да? На самом деле, знаете, я заметил такую тенденцию. Проповеди бывают разные. Бывает о чем-то там, о счастье проповедуешь или о чем-то. Но когда ты готовишь слово для церкви, о финансах, постоянно наступает какое-то противодействие. Но вот сегодня на пути из дома до Ацеты Катверли мне уже двое, как минимум, попытались испортить настроение. И это постоянно, причем, когда ты берешь именно сферу финансов. И когда ты знаешь вот эту духовную войну, вот это противодействие, ты как бы понимаешь, что ты прав и в это надо вникать. То есть слово, оно важное, понимаете? О чем? И слово действительно нужно вникать. И как вот братья и сестры приехали, да, с колледжа. Мы же тоже эту программу прошли совсем недавно. У нас уже две сессии были. У них первая сессия. Что слово действительно нужно сейчас услышать, принять и потом обязательно его проговорить на домашней группе, либо дома, либо вникнуть, чтобы это действительно повлияло. И вот Иисус, небольшое вступление. Иисус сказал однажды, что если мы познаем истину, истина нас делает свободно. И вот Бог, Он не хочет нас оставить в неведении во всех сферах нашей жизни. И для того, чтобы мы были мудрыми, для того, чтобы мы были умными, сведущими, Он дал нам Библию. То есть в Библии есть все. В ней раскрыты совершенно все темы для нашей духовной и практической жизни. Ну да, мы больше о духовном думаем, что там молиться, там поститься вообще. Но на самом деле, каждая сфера жизни, каждая буквально, отношение с женой, как себя поступать дома, там, как убираться, там, как детей воспитывать, как там поступать с финансами в том числе, все написано в Библии. Все есть постановления, законы, примеры. И сегодня вновь поговорим о финансах. А, напомню, уже говорил, в Библии 2350 стихов касаемо финансов. И Господь, и Слово Божье, они способны помочь человеку в этой сфере тоже. То есть мы знаем, что Слово Божье и Бог, он освобождает, помогает нам избавиться от греха. Мы обретаем святость, мы можем обрести хорошее отношение в браке. То есть любую сферу может Бог навести порядок. И здесь то же самое. Если мы пускаем Бога, он наводит там порядок. Есть такое исследование. Наверное, больше те, кто разбирает зум ежедневно, наверное, слышали, с удивлением многие услышали. Я помню, ну, вот у многих глазах были противники того, чтобы проповедовать Слово о финансах в церкви. И то есть я вот недавно вспоминал случай в чате, в Народ Божий писал, что мне один человек говорил, говорит, в церкви нет, ну, двух вещей, это я уже говорил. В церкви нет секса и нет денег. Нужно говорить о Христе. Понимаете? Помните вот этот телемост знаменитый, может быть, кто постарше, он, помните, с Америкой. Там однажды женщина, нам задали вопросы, все, женщина сказала, у нас в Советском Союзе секса нет. Вот. Но он же есть, дети же рождались все. И в церкви то же самое есть, интимные отношения у мужа и жены, да? И так же есть и деньги. Мы за все оплачиваем, мы восполняем свои нужды, мы что-то, ну, делаем. За все отвечает серебро. И вот 15% того, что говорил Иисус в Новом Завете, это касалось денег. То есть это неотъемлемая часть нашей жизни. И здесь у нас не должно быть пробела в этих знаниях. То есть вот, те, кто сейчас получает образование, пошли, видите, уже сколько много свидетельств, мы уже несколько месяцев говорим, узнаем новое. И чем ближе ты изучаешь вот эту, изучаешь Библию, получаешь вот эти знания, и тем больше ты понимаешь, насколько важно знать Бога, пускать Бога во все сферы своей жизни. Вот. И слово сегодня свое я назвал «давайте туда, где вас накормили». Давайте туда, где вас накормили. Сегодня мы так коротко, постарался в сжатом формате, более понятно, взять тему десятины. Потому что об этой теме, ну, совсем, можно сказать, не проповедуется вообще. Более подробно. Все знают ее, мы многие исполняем это постановление, мы благословлены через это. Но особой такой, большой какой-то информации объяснить нет. Единственное, что мы, ну, в большинстве случаев можем сказать, да вот, там, Малахии 3.10 написано, я вот взял и соблюдаю. Но нужно понимать принцип, понимать, что это не просто, там, ну, закон какой-то и все. Это на самом деле, это мудрость Божия, о которой мы сейчас поговорим. И вот у большинства людей существует вот эта некая путаница, куда следует приносить пожертвования, десятины, как должны они использоваться, как должны использоваться вот эти деньги, которые мы пожертвовали. И в Библии говорится, в Малахии 3.10, давайте откроем, Малахия 3.10, здесь написано, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савалов, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословений от избытка». Нас интересует первая часть стиха, вот это «Принесите все десятины в дом хранилища». Немножко поговорим о доме и хранилище. Как мы знаем, в Ветхом Завете десятина, она приносилась на дело Божие, чтобы огонь на жертвеннике, он не погас. Он не переставал гореть, чтобы священники занимались только духовными вещами, то есть, чтобы они там не садили картошку, не ходили, ничего, чтобы человек пришел с какой-то обидой, с какой-то душевной травмой, там что-то, чтобы он хотел принести жертву за грех. Вот представьте, у него срочно нужно, он согрешил, ему нужно принести жертву, а священник у него копка картошкой, он садит картошку в мае месяце. То есть, так не должно быть на самом деле, как в то время, так и сейчас, соответственно. И вот, десятина приносилась для того, чтобы, в том числе, чтобы место, где собирались верующие, оно было максимально комфортным, чтобы оно было в надлежащем состоянии, и чтобы было максимально комфортно приносить жертвоприношение. И с тех пор, на самом деле, ничего не изменилось. Мы вот видим здесь вокруг, как вот мы сюда, помните, заехали, сколько месяцев, уже полгода, да, мы здесь, полгода, помните, как все вот здесь изменилось, здесь становится более комфортнее, будет еще вот в следующем году, уже здесь отопление появится, уже что-то улучшается, улучшается. Вот. А место, оно меняется. И с тех пор ничего не изменилось. И, соответственно, как я уже говорил, да, вот эти десятины наши, пожертвования, которые вот только что мы буквально собрали, то есть, пастор после служения, он не выходит туда за угол, не ложит в ракету, да, и не отправляет на небо к Богу. То есть, все остается здесь, на земле. И в Ветхом Завете десятину приносили либо непосредственно священнику, который приносил жертву за людей, либо приносили непосредственно храм. Это те люди, которые жили рядом с Иерусалимом. И, как мы знаем, храм был всего один на всю страну. Были и другие пожертвования, которые люди должны были приносить. И подробно мы о них тоже, вот, опять реклама, вот, чтение Zoom, знаете, об этом много читаем в Ветхом Завете. Книга чисел, книга сейчас второзаконие, книга Исход. Очень много об этом написано, на самом деле. И даже для меня это было неожиданно, как бы, хотя вот уже два года изучаю вот эту сферу финансов, и насколько много о финансов, об имуществе написано. И на самом деле это важно в глазах Бога. И нам нужно восполнять этот пробел. Вот. И большинство из нас научены и правильно приняли, что дом-хранилище – это твоя поместная церковь, которую ты посещаешь каждое воскресенье. То есть дом-хранилище здесь. Здесь хранится духовная пища. То есть, строго говоря, поместная церковь – это то место, где хранится еда. То есть, духовная пища, без которой наше христианство, как и все наше христианство, наш внутренний возрожденный человек может умереть. То есть, не получая этой пищи. И в Ветхий Завет в хранилище люди приносили и вешали мясо, заготавливали, хранили зерно. И когда люди нуждались в продуктах, они шли туда и брали необходимое. И эти традиции, они продолжаются до сих пор. Ну, например, мы видим сейчас, происходит различные ситуации. Есть беднейшие страны, допустим, Африки. Там открываются миссии какие-то, там кормят голодных. Есть военные конфликты, где церковь тоже очень часто, она именно вот какая-то локация, где открывается какая-то миссия, либо какой-то храм, либо какая-то часовня. И там начинается вот эта раздача вот этой пищи. То есть, люди приходят в домохранилище. Вот. То есть, в том числе и физической пищи. И хранилище – это то место, где нас накормили. То есть, в духовном смысле. Так что, следуя установленной Богом вот этой традицией в Библии, десятины нам следует приносить именно в домохранилище. Где нас кормят, то есть, где мы получаем пищу. Об этом, о духовной пище мы чуть попозже поговорим. То есть, это логично. Это по Писанию. И здесь ничего нового придумывать не надо. И многие из нас здесь присутствующих уже поняли, что, ну, церковь, она делает намного больше того, чем просто учит Слово. То есть, церковь воспитывает каждого из нас. Она воспитывает наших детей. Вот конкретно мы сейчас помолились за детей. И дети наши ушли через Слово Божие. И сейчас их воспитывают. Церковь, в том числе, она воспитывает и жителей той местности, где она расположена. Ну, возьмем, допустим, наш город, да. Мы все, большинство из нас с Ленинска, Кузнецкого, есть с Полысаева. То есть, церковь, она является важной частью духовного роста и преображения людей. И как вы думаете, наша церковь, вот она достойна вот этого звания под такое описание? Достойна или нет? То есть, мы что-то делаем, происходит какое-то воспитание. То есть, мы приходим когда-то одни, неизмененные, грешные. Происходит какой-то период, да, и совершенно все меняется. В том числе, характер, изменяется душа, изменяется положение человека в обществе. То есть, происходит какая-то реабилитация, духовное восстановление. Также и дети наши, они тоже получают сейчас воспитание, образование. И это, конечно, впоследствии повлияет на них. И знаете, недавно ездили, тоже отдыхали. Я просто всегда, ну, смотрю, как бы в свою дочь, ну, стараюсь вкладываться. Я с ней занимаюсь, там, практически ежедневно мы читаем книги. То есть, мы прочитали главу Библии, главу какой-нибудь художественной книги. И каждую, ну, главу она мне пересказывает. Ну, еще как-то мы занимаемся, все. И ты, конечно, ну, когда на фоне других, ты всегда, ну, сравниваешь. Ты видишь разницу между детьми. Все равно и тебе приятно. То есть, ты вкладываешь в своего ребенка что-то, и через какое-то время ты видишь вот этот результат. И вот мне понравилось тоже, сегодня у Оли нету, колокольцо, тоже свидетельство она писала недавно в группе, да, что с ребенком она занимается, она ходит. То есть, были плохие какие-то диагнозы, сейчас это все изменяется, потому что мама, она вложила в это, папа вложил в это. Они не оставили ребенка просто так, что да, диагноз какой-то, занимались, все, и то есть, меняется, понимаете. И церковь также, она воспитывает нас, воспитывает наших детей, и все в нашей жизни меняется. То есть, это важная часть духовного роста и преображения людей. И хорошая церковь, конечно, она вкладывается в своих детей и дает им возможности, в том числе, встречаться с другими верующими детьми. Ну, допустим, из других церквей, да. Она предлагает индивидуальную и семейную помощь. То есть, наш пастор, да, возьмем пастора нашего, он помогает нам, многим из нас уже помогал, справиться с каким-то горем, пройти какие-то трудные времена, так или нет? Я думаю, многие с этим столкнулись. И получается, ну, наша церковь, Ленинск-Кузнецкий христианский центр, по всем вот этим параметрам, которые я назвал, она хорошая. Так или нет? Я почему-то у вас, да, сегодня Альбинский, я почему-то приходится у вас это слово вымогать вообще. Но на самом деле, ты когда задумываешься, ты оглядываешься назад, испытывали все проблемы. Я испытывал проблемы личностного там роста, характера, был там какой-то несмиренный, да, там пастор со мной работал. То есть, через слово, сказанное здесь, мы работали в семье, что-то происходило, многие вещи изменились во всей своей сфере. И на меня повлияла именно вот эта пища, которую я получал вот именно из-за этой кафедры. Вот. То есть, если это так, то, ну, безусловно, вопросы, да, вот сейчас пастор собирал пожертвования, ну, какие вопросы, если церковь не служит, если церковь, если моя семья, она восполняет все мои нужды, моя жизнь меняется, то есть, ну, следовать вот этим вековым традициям и приносить десятину в нашу церковь, как бы, ну, вопросов нет. По крайней мере, у меня. И просто, ну, потому, по одной причине даже вот, просто, чтобы огонь на жертвеннике здесь, он не потух. Чтобы, я буду говорить для себя, чтобы здесь горел огонь на жертвеннике, то есть, здесь проповедовалось слово, здесь было какое-то служение, да, и чтобы я здесь чувствовал, я нахожусь, я сопричастен к этой церкви, и я чувствую себя в духовной и психологической безопасности. Я знаю, что если что-то случится, будет какой-то срыв, возможно, какой-то грех, что-то, ну, случится, и я могу прийти сюда, и мне помогут, мне окажут помощь, мне окажут духовную помощь, и все изменится. Бог, он все изменит. Ну, и, конечно, благодарность Богу и почитание Богу никто не отменял. Немножко расскажу сейчас про себя. Тоже недавно, во вторник, по-моему, или когда я зум вел, натолкнул его на воспоминания. Я помню на реабилитации, касаемо десятины, я год отслужил на реабилитации, ну, соответственно, денег вообще никаких не было. И как только я вышел на служительскую квартиру, а работы не было, я встал на биржу. И на бирже труда я получал 1200 рублей, которые вот эту выплату, ее разделили на два, на два раза, то есть по 600 рублей. И то есть моя десятина была 60 рублей и 60 рублей. Я просто сейчас вспоминал тоже, ну, прямо со слезами такое приятное чувство, я прямо вот этого ждал момента, что принесите вот эти 60 рублей. И я помню, я так гордился, я думаю, я, мне дала вот эта честь, я могу вот почтить Бога вот этими. Я понимаю, что это мало, но у меня больше не было. И насколько для меня это важно было сопричастником того, что я участвую в семье, я участвую вот этой в церкви. Это было такое приятное, приятное чувство. И каждый раз я с таким благоговением вот к этому подходил. Вот это сердце я стараюсь сохранить вот это до сих пор. То есть я понимал, что тогда еще, только выйдя с реабилитацией, у меня совершенно ничего вообще не было. Просто ничего, у меня была только мама и все. Ничего, ни жены, никакого имущества, никакого образования. Я понимал, что мое будущее, благополучие, оно зависит от последующего существования церкви. Оно зависит в том числе от времени пастора, который может уделить мне его. То есть я не буду его ждать, если мне плохо. Это его работа, да. Но он должен постараться ответить, если мне плохо, если что-то случилось, я что-то упал в грех. Я должен иметь уверенность в том, что если что-то случится, я могу позвонить ему, я могу написать. Я вот сколько раз уже в больницу попадал, пастор первый, кто мне пишет. И у меня уверенность в завтрашнем дне, что мне окажет помощь, меня поддержит, мне как-то напишет, меня поддержит. И это очень важно, это дорогого стоит. Я понимаю, что мое благополучие, как и тогда, 12 лет назад, я понимал, мое благополучие зависит именно от церкви. То есть существования ее. Вот. И со временем, конечно, ну, десятина, прошло 12 лет, со временем десятина, она увеличилась, там, в десятки, там, больше, больше раз. И прошло 12 лет, и ты сейчас анализируешь, и вот эти 12 лет, я и моя семья, они верны в этом. Верны в десятини. И первое, конечно, что мы делаем, уже два года назад, помню, даже схемку давали, не стал сегодня брать. Первое, что мы делаем, когда мы получаем какую-то выплату, какую-то, ну, зарплату за свой труд, я или жена, первое, что мы делаем в своем бюджете, мы откладываем 10% для Господа. Потом уже мы считаем уже другие какие-то, распределяем другие строчки бюджета. То есть, я показываю, ну, и я считаю, мы с женой считаем, да, всей своей семьей, что нам очень дорого вот это место, хранилище, где мы получаем свою пищу. То есть, наша церковь, Ленинск-Кузнецкий, христианский центр, он для меня дорог, потому что, вспоминая, как, ну, сейчас фотографии тоже хотелось показать, но, думаю, это некорректно будет вообще. Больше, наверное, пастор или те, кто давно в церкви, они помнят, какие мы пришли, и вот как все изменилось, как за какой-то вот этот период времени все поменялось. И так интересно вообще, тоже это большое свидетельство, конечно. Просто даже смотришь фотографии, какой ты был тогда, и какие ты испытывал трудности, и как сейчас ты живешь, благодаря вот этой, наверное, верности к Господу, да, во всем. Ты понимаешь, что ты на правильном пути, и ты в правильном месте. И, соответственно, конечно, на все это влияет правильная духовная пища. Ну, все знают, да, у меня тут недавно были два приступа панкреатита. У меня камни в желчном оказались, сейчас я на диете. И, то есть, а эта диета, это, ну, сугубо правильное питание. Я сейчас не кушаю жареное, я сейчас не кушаю жирное, я сейчас не кушаю острое. В принципе, до этого мы садились на ПП, все, в принципе, то же самое. Сейчас я это кушаю, то есть, там и вес пошел, и самочувствие лучше. И сейчас вот эта правильная пища, то есть, я вижу и чувствую, как мой организм, он меняется. То есть, я чувствую себя лучше, я чувствую себя бодрее, я понимаю, что это правильно. Вот. И для нас, для каждого из нас, тоже важна вот эта духовная пища. Вот формулировку скажу, что такое духовная пища. Это то, что позволяет человеку повышать свой личностный, культурный и нравственный потенциал. И прежде всего, это его духовный опыт. То есть, для нормальной работы организма, мы знаем, нам нужно хорошо питаться. То есть, для нашей души нужна тоже правильная духовная пища. То есть, для истинных христиан, а правильная духовная пища для большинства, это является Слово Божие, Библия. То есть, мы постоянно нуждаемся в духовной подпитке, в ободрении, утешении, прощении и любви. И получая это в церкви, мы превращаемся в цветущий сад. И здесь вот множество таких свидетельств, да вот, даже Дима сидит, мой брат, я помню рассказы. Долгое время к нам на домашнюю группу ходил, я помню, ну, в жесточайшем стрессе человек. Ну, может быть, помните, да, был. И сейчас вот такой счастливый Дима, да, улыбается, даже шутит вообще. Просто, ну, такой близкий пример, знаете, ну, просто был голимый, ну, стресс. Да, он свидетельствовал, служил Богу, но просто, ну, тяжелая была ситуация. И знаете, вот Бог вот так настолько все перевернул, что он даже, помню, однажды на домашней группе как-то пошутил, и мы аж все остановились, мы не ожидали от него ничего такого. И я смотрю, сейчас он радуется, женился вообще, и я понимаю, от чего это зависит. Это тоже зависит от правильной духовной пищи. То есть, если человек лишается духовной пищи, то он не приходит какое-то время в дом-хранилище, он ослабевает, наступает духовная дистрофия и проблемы с функциями организма. То есть, мы это часто видим вокруг. Вы, наверное, замечаете, да, ну, кто-то вот ходил, ходил в церковь, раз и пропал. Кто-то вот даже за кафедру выходил, что-то здесь, ну, говорил, потом раз и пропал, потом раз и пропал. Ну, нету, нету человека. Сначала через раз начинает ходить. То есть, мы же все кушаем завтрак, обед, ужин. То есть, духовная пища нам нужна так же. Если ты ее не получаешь, если у тебя ее недостаток, тебя просто может, ну, вот вынести и все. И вот поэтому многие люди падают именно из-за духовного голода. Давайте откроем Евреям 10, 24-25. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня онова. То есть, апостол Павел здесь не зря говорит. Он не просто там, ну, что, ребят, ну, не ходите в церковь. Ну, и не ходите. То есть, важность еще тогда понимается. То есть, если ты не будешь приходить в дом-хранилище, ты не будешь получать вот эту духовную пищу, это тебе повредит. Ну, и в Новом Завете мы множество раз об этом читали. Да и здесь, в жизни своей, мы очень часто это видим. Потому что без места хранилища и духовной пищи все будет зря. Все твои, если ты перестанешь получать правильную духовную пищу, вообще перестанешь ее получать, все твои заслуги, все твои служения, все твои регалии, они зря. Придет грех, придет дьявол, придет посрамление, и все разрушится. И никто уже не вспомнит, что, допустим, я, если это придет в мою жизнь, что я здесь когда-то стоял, проповедовал, все это забудется. Все это на самом деле забудется. И поэтому очень важна для нас вот эта духовная пища. Ее нужно получать, соответственно, конечно, в церкви. И тело Христово, оно зависимо от поместной церкви. То есть, если у нас нет в жизни поместной церкви, то есть, если человек болтается там из церкви в церкви, не может найти себе какого-то места определенного для восполнения своих нужд, то есть, люди начинают зависеть уже от других хранилищ. То есть, это телевизор, это ТВ, это интернет. То есть, человек получает пищу оттуда. Там же тоже духовная пища. В Ютубе тоже очень духовная пища. В Одноклассниках, ВКонтакте. Все это влияет на тебя. И в прошлом году, я помню, как-то мы гуляли с дочерью Пополысаева. И что-то мы пришли, там магазинчик был тоже. У меня дочь любит картошку фри. Мы сели, ну и сказали, минут 15 подождите, пожалуйста, мы приготовим. Мы сели, а это картошку фри, тут две пивные у нас в центре. Там ее готовят. Мы сели у входа. Знаете, я вспоминаю, как вот Иисус около сокровищницы сел, помните, и наблюдал, как люди жертвуют. Но я, слушайте, я раньше не задумывался, насколько людей в эту пивную-то ходят вообще как-то незаметно. То есть люди приходят туда за пищей. Очень много людей. Мы буквально полчаса посидели, наверное, это было среди бела дня, ну, 3 или 4 часа дня. Ну, где-то я там больше 100 человек насчитал. Причем, знаете, количество женщин, перевешивало мужчин, которые идут за пивом, которые что-то покупают. То есть они получают там пищу свою. То есть помешанная церковь, ну, в конкретном случае Ленинск-Кузнецкий христианский центр, это как хребет, это позвоночник тела, от которого очень многое, ну, наверное, даже все зависит в нашей жизни. И поэтому нам выгодно, чтобы церковь, она существовала, прогрессировала, чтобы здесь было отопление, чтобы вновь повешали расписание, которое упало. Чтобы здесь все менялось. Поднимем, неожиданно было вообще. Сделаем. И самое лучшее для верующего человека, это вот прикрепиться, быть в поместной церкви. То есть определиться. А современным словом зачетиниться, помните такое слово, знаете? Это когда с точку геолокации ставишь, обозначаешься здесь, ну, и отметочку пост выкладываешь, и все с геолокации по этому адресу. То есть именно сюда приносить свою десятину, а не вкладывать ее туда, где кормят ложью, фейками, то есть где не торгуют циррозом печени и заболеваниями сердца. Это логично, так или нет? Так. Нужно вкладываться, где, ну, позитивно на тебя влияет. И принцип даяния туда, где вас накормили, действительно он очень простой. Если верующий человек ему следует, это разрешает на самом деле очень много проблем. То есть это влияет не только на место, не только на церковь, как она здесь преображается, какое слово здесь дается, какая помощь здесь оказывается, но в том числе и на нас, на каждого из нас тоже. И вот моя жизнь тоже немножко такое тоже свидетельствует. Раньше, раньше холодно было здесь, а сейчас жарковато стало. И раньше, ну, тоже я рассказываю, да, я тоже, мы верны в десятинах пожертвованиях, тоже раньше поддерживал различные служения. Я много говорю, ну, группу Соколов Браузер все знают, да, когда-то тоже Господь, ну, дал слово, я принял решение тоже там определенную сумму каждый месяц поддерживать. Потому что, ну, от них я тоже получал духовную пищу, то есть я под их музыку каждое утро молился, что-то вот, ну, получал действительно, я с ними общался, с Сергеем я лично знаком, мы с ним тоже общались, у нас совместные были проекты в интернете. То есть я был благословлен, тоже получал от них определенную пищу, тоже их поддерживал. Но когда случилась вот эта покупка нашего здания, я понимаю, что нужно жертвы тоже как бы оптимизировать. Но, соответственно, я помню, если мне Бог сказал, ну, поддерживать этот проект, просто так я не могу бросить и перекинуть туда деньги, потому что мне Бог сказал, это не я решил. И, соответственно, я молился какой-то определенный момент, ну, и Бог мне говорит, да, можно, высвободи этот ресурс, эти там две-три тысячи, ты лучше вкладывай их сюда, здесь нужнее, чтобы здесь в поместной церкви, в доме-хранилище, чтобы здесь была пища, и чтобы ты получал их. Было вот так. И я вспоминаю тоже, как мы пришли сюда гордыми, бедными. И в церкви здесь, вот благодаря вот именно вот этому правильному питанию, правильной вот этой духовной пище, правильному учению, сегодня тоже уже утром про это говорили, что, ну, многие, да, вот кто учился, опять говорят, что мы понимаем, что у нас в церкви правильно учат. Да, это тоже дорогого стоит на самом деле. И сейчас получаем образование, будет еще правильнее, извешеннее на самом деле. И Господь очень мощно духовно поработал в нашей жизни, я говорю от своей семьи, через слово, которое говорилось здесь, именно вот за этой кафедрой. Ну, не в этом месте, было другое место. Ну, именно вот за этой кафедрой, именно этой церкви. Господь мы получали, мы это прорабатывали, мы об этом говорили на домашней группе, мы обсуждали с женой, мы принимали, и что-то менялось. И то есть пришел какой-то результат. И вот это важно. Пришел рост служений, пришла финансовая независимость. И вот к вопросу о правильном питании. Тоже мало об этом, кстати, говорим, но нужно эту тему почаще задумываться и поднимать. Вот есть определенная экосистема наших церквей. Ну, это я так называю. То есть мы знаем объединение церквей КХЦ. У нас здесь есть на самом деле, может быть, кто не знает, есть все необходимое для полноценного духовного питания. Ну, смотрите вот день. Каждое утро выходит духовный завтрак. То есть мы можем позавтракать получить уже духовную пищу уже в 6 утра. В 6-8 по-разному уже люди встают. То есть у нас есть проповеди, у нас есть конференции. То есть мы можем их смотреть в Ютубе, мы можем их ездить. Это обед. Это обед. И ежедневно у нас тоже есть разбор Библии в Zoom. Это ужин. То есть полноценное питание. Три раза в день мы можем получать полноценное питание. И я вам скажу, я был во многих церквях, я знаком со многими тоже служителями, не везде так. Не везде так заботятся вообще о своей пастве. Не везде настолько, ну, кормят людей вообще. И это нужно ценить на самом деле. Ну и, конечно, воскресные служения, домашние группы, репетиции. То есть везде, даже на репетиции можно получить духовную пищу. Даже на репетиции творческого совета тоже можно получить личностный рост. Научиться смирению, послушанию, принятию друг друга и тоже получить духовную пищу. На самом деле это тоже важно. К этому нужно серьезно относиться. Вот. И знаете, я, к сожалению, знаю таких людей. Я сам раньше испытывал такую тоже проблему. Поначалу, когда мы начали посещать церковь. То есть есть люди, которые стоят одной ногой в этой церкви и одной ногой стоят еще где-то. То есть получают пищу здесь, поглощают вот эту пищу духовную здесь и где-то на стороне. То есть есть люди, которые там, ну, зависимы от интернета, смотрят каких-то наводнивших интернет проповедников, которых они не знают, как они живут. Истину ли говорят вообще? Ну, ни для кого, ни для секрет. Не секрет, наверное, что не все те, кто проповедуют там Слово Божие, не все это трактуют правильно. И не все это согласуется с учением нашей церкви. И поэтому, помните, вот, кто ездил на семейную конференцию, да, вот привезли книгу пастора, да, о браке, книга, как называется, напомните? Семейная жизнь, тоже интересно. И вот, да, Альбина, по-моему, выходила, да, говорила. И знаете, как вот меня, меня, я думаю, это логично, меня может учить о семье, о становлении семьи, и я приму только, наверное, от того человека, которого я лично знаю. Я вижу его, я знаю, что они там 20 или 30 лет прожили, они испытывали какие-либо проблемы, он честно в этом признается. Я могу приехать там хотя бы раз в год, потрогать его, поздороваться, спросить о нем, а у нашего пастора, у какого-то другого, ну, скажи, да, так и есть. И то есть, пища есть, я этого человека знаю. А какой-то человек там где-то в Марокко там сидит, что-то там проповедует, что-то говорит. А еще, когда человек еще, ну, не обучен, он не понимает, как правильно трактовать, принимать слово, он может принять его и попытаться использовать. И потом, ну, происходят различные какие-то духовные извращения, какие-то мистические практики вообще, которые, ну, ничем не связаны со Словом Божьим и со служением Церкви. Вот. И у многих людей, к сожалению, получается вот эта каша в голове. И сразу вспомнил, помните, есть каша-дружба такая. Это когда несколько круп смешиваются такие. Я вот вспомнил, я последний раз не помню, когда я ел, наверное, в общежитии, когда в техникум, в спортивном учился. То есть смешивается несколько круп, ну, и получается, как бы, ну, такое что-то непонятное. Не все мы ненадолго заходят. Также, или, знаете, есть такое выражение, ну, борщ это, наверное, любимейший суп, конечно, у нас. Ну, когда современным языком, когда ты говоришь, что у человека там какая-то смешанная информация, все подряд смешанное и непонятно, говоришь, что ты мне за борщ какой-то говоришь, или что ты за борщ мне прислал, структурирую это как-то, сделай вообще. И то есть, вот получается, вот у людей, у многих, к сожалению, вот такая каша в голове происходит. И поэтому, уже не первый раз говорим, поэтому, почему Бог определяет нас в определенную какую-то экосистему? Почему именно вот в КХЦ, почему именно вот в эту церковь, почему именно в эту поместную церковь, в это место, хранилище? Почему именно нас? Почему вот здесь присутствующие? Вот мы друг друга большинство и не знали, и не видели никогда в жизни, хотя мы тут по 40, по 50 лет в Ленинске живем, и даже на улице не встречались. Почему мы здесь встретились? Почему мы здесь познакомились? То есть, Бог здесь приготовил именно для тебя, для меня, для вас определенную пищу. То есть, Он здесь намерен нас правильно кормить. То есть, именно для тебя вот эта пища. В другой церкви, для другого человека, поэтому Он там. То есть, здесь будет именно та пища, которая нужна тебе. И я думаю, наверное, ну, мало кто задумывается, почему вот именно вот я оказался в ЛКХЦ. Вот почему именно в этой церкви? Ну, многие из нас здесь присутствующих, ну, родились вообще в других церквях, ходили в другие церкви. Ну, а сели именно здесь. Почему пристанище именно здесь укрепились, начали служить, заводить семьи здесь? Почему? Кто не задумывался? Да, пастор самый лучший. И на самом деле, даже есть такая статистика, 25% людей в церкви, они привязаны к пастору. То есть, есть даже такое, ну, подозрение, если пастор сейчас куда-то уедет, 25% в церкви может уйти. Да, ну, поэтому пастору не надо уезжать. Ну, на самом деле, нужно задумываться, почему именно здесь? Почему не в той церкви? Почему не в этой? И что важно? Качество пищи. То есть, качество пищи. Почему ты здесь остаешься? Бог закрывает твои нужды здесь. То есть, Бог восполняет твои нужды. Поэтому мы прилепляемся сюда, мы ходим сюда, мы посещаем, мы встаем в какие-то служения, мы прилепляемся в том числе сюда и деньгами, то есть, десятинами пожертвованиями, мы финансируем какие-то служения здесь, что-то покупаем, какие-то цветочки здесь, сами уже на свои там деньги, что-то в чем-то участвуем. То есть, мы прилепляемся сюда, мы становимся частью вот этой семьи. То есть, мы здесь голосуем рублем за хорошую пищу, которая влияет не только на наше физическое состояние, но и душевное. Я думаю, у каждого из нас, сейчас с Альбиной тоже разговаривали, у каждого из нас здесь присутствующих, есть какой-то, ну, любимый бренд продукта. И ты не видишь смысла изменять ему, даже если цена его повысилась. Ну, на вскидку сразу вспомнил, ну, не реклама эта. Я не буду говорить, кто их, кто продает их. Семечки джин, допустим. Кто пробовал? Ну, кто пробовал? Нет? Ну, это самые дорогие семечки на самом деле. Но они самые классные вообще. Знаете, вы никогда, ну, не получите там какую-то горелую, там, жухлую, что-то там, вот это все. Они самые качественные. Но они стоят дороже всех. То есть, однажды ты их взял, попробовал, но ты действительно сразу влюбился в них. И то есть, ну, многие сохраняют верность этому бренду. Да, они дорогие, но я беру, я хочу качественные там вот эти семечки щелкать, не испытывая никаких неприятных ощущений. И происходит какая-то верность. То есть, также вот, допустим, сок добрый. Василий, у нас сок добрый спонсор причастия, да? Или у нас другой? Добрый, да. Во всех церквях практически сок добрый это спонсор хлебопреломления. Но тоже, на самом деле, сок хороший. И много видишь фотографий, допустим, с дней рождения христиан, там, Нового года, и везде там стоит сок добрый. Но он хороший. Это хороший, качественный сок. И мы привержены, мы не берем другой, мы знаем, что он хороший, и мы берем его. У каждого есть какой-то личный, ну, вот этот личный какой-то бренд, который он любит. Так же и в церкви. То есть, мы вкладываемся в любимый бренд духовной пищи, которую здесь дают. Если она вкусна и полезна для нас. То есть, это очень простое такое сравнение, даже чтобы, ну, как ребенку даже объяснить. Вот. Это мы поговорили о церкви. Время есть? Еще много. Давайте теперь вторая часть. Сейчас, во второй части послания, хотелось бы поговорить уже о десятине более подробно. Сегодня здесь есть, ну, новые люди, которые не понимают, не знают, что это такое. Да и, наверное, люди, которые уже долго в церкви, тоже имеют недостаточной информации. Мы поговорим, ответим на несколько вопросов очень коротко. Куда, когда и зачем она? И давайте начнем со второго Коринфянам, девятой главы, с десятого по тринадцатый стих. Это мой любимый шестик вообще, ну, в сфере финансов. Я его, ну, знаю наизусть, и очень часто его испытываю. И когда ты в него вникаешь, ты понимаешь всю суть вот этой Божьей финансовой системы. Здесь написано, «А дающий же семя сеющему хлеб в пищу подаст и обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы во всем были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу, ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу». Первое назначение денег здесь это семя сеющему. То есть мы считаем, что здесь имеется в виду десятина. То есть это первое то, что мы должны откладывать деньги. То есть пришли деньги, первое что, я и дочь свою учу тоже у нас есть, мы еженедельно отделяем ей тоже карманные деньги, и она сразу первое что делает или получает от кого-то, ну, какой-то доход там, приходит ей кто-то там дарит деньги, первое что она делает, она откладывает десятину. Мы так учим своего ребенка. То есть она благодарит Богу. Благодарит Бога. И нам следует возвращать определенную сумму тому, кому это принадлежит. То есть десятина, мы знаем, она принадлежит Господу. Первое, что нужно сделать, это вернуть эту сумму, кому она принадлежит, прежде, чем мы потратим деньги на что-то другое. И вот здесь, говоря о десятине, давайте ответим кратко на эти вопросы. Что, куда, зачем и как. Что? Что такое десятина? Кратко. Десятина – это 10%. То есть не 12, не 5, не 4, не 3. Да, есть люди, которые по откровению, они отделяют Господу 20%. Может быть 30%, 15% – это лично. Но десятина – это именно 10%. То есть отдавать десятину значит распоряжаться 10% своего дохода от имени Бога. То есть 90% твое – это в твоем управлении. 10% – это финансы, они принадлежат Богу. И ты, как верный управитель, распоряжаешься этими финансами. И десятину – то есть я беру свои денежные знаки, которые могу обменять на какие-то услуги, товары, и я приношу их в хранилище Богу. То есть что такое десятина? Ну, простым языком. А это признание, что Бог – источник моего пропитания. Это провозглашение Богу «Я люблю тебя в сфере финансов». Десятину можно рассчитывать, ее можно рассчитывать по-разному. Но большинство из нас получает зарплату аванс. Если вы предприниматель, то десятина, она уже отдается от чистой прибыли. Ну, я знаю здесь и очень много людей, которые, ну, искренне любят Бога, которые так поступают. Еще есть такой миф, знаете, что десятина – это залог того, что все твои финансовые проблемы решатся. Это тоже неправда. Сразу покажу, что десятина – это не залог решения всех ваших финансовых проблем, ну, как учат в некоторых пафосных церквях. Многие люди, просто, знаете, берут это библейское предписание о десятине, однако не понимают вот этой мудрости, стоящей за этой практикой. То есть, это не просто. Ты взял, принес, вот я должен. Нужно понимать вот эту мудрость. Для чего, что, как. как это влияет на дом хранилища, как это влияет на мою жизнь. То есть, это хорошее, богоугодное дело, друзья. Но оно становится бесполезным, если человек начинает доверять вот этой практике приношения десятины больше, чем Богу. То есть, десятина, она не выше Бога. То есть, на нее не нужно больше уповать, что ты приносишь, что Бог там запрещает пожирающим больше, чем на Бога. То есть, вот этот библейский принцип может превозноситься больше, чем сам учредитель. Это на самом деле опасно. Это неправильно. Потому что объектом нашей веры, источником нашего обеспечения должен быть только лишь Бог. И сейчас я хочу, чтобы вы запомнили на всю жизнь, что я скажу сейчас. как-то я упомяну, да, что как-то вот у меня было такое обвинение одно от одного человека, что в церкви нельзя финансов говорить, нужно говорить о Христе. Ну, на самом деле, если вот разобраться, если подумаете, вот хорошо, гникните, решение финансовых проблем верующего человека, в первую очередь, оно лежит в отношениях со Христом. То есть, решение финансовых проблем каждого из нас, у тебя, у меня, у вас, оно в первую очередь лежит в отношениях со Христом. То есть, если у тебя нет отношений со Христом, в том числе вот в этой финансовой сфере, о которой мы говорим, ничего не произойдет. Если ты думаешь, ты пришел в церковь, ты будешь там жертвовать, ты будешь отдавать десятину, и сейчас ты как попрешь, у тебя там доход там в тысячи раз изменится. Нет, это неправда такого не будет, это ложь. Не нужно так думать. Во-вторых, десятина, она не является вот этим основным мерилом духовности и правильных отношений с Богом. Она не приближает нас к Богу и не делает нас приятными Ему без соблюдения всего остального. Например, без любви, милости, благочестия и праведности. То есть, если этого нет, все вот эти вера без дел мертва, то есть, ты исполняешь какие-то регелиозные постановления, но ничего больше не делаешь, это не действует. То есть, все только в комплексе работает. И лишь вера в искупительную жертву Иисуса Христа устанавливает наши хорошие отношения с Ним. То есть, вера в Иисуса Христа, вера в Его голгофскую жертву, отношения с Ним. И если этого нет, десятина всего лишь исполнения регелиозных действий. В-третьих, десятина это не средство против финансового проклятия. Я знаю, многие слышали, и я был научен, что вот это местописание, да, мы сейчас Малахию откроем, следующий, Галин, открывай. Многих пугали, что если ты не приносишь десятину, то есть, проклятием ты проклят, все. И то есть, у тебя даже, я слышал, это при мне были, то есть, у человека какой-то, ну, случалось какое-то там, машину, колесо проколол, и сразу был вопрос, а ты платишь десятину, ты приносишь? Нет, вот это из-за этого. Это неправда, друзья, это ложь. Десятина это не средство против финансового проклятия, сейчас объясню. То есть, приношение в храм, в дом-хранилище десятины с правильными побуждениями конечно, это предотвращает негативные последствия, которые испытывают те люди, которые не следуют этому установлению. Мы знаем, очень хорошо действует это обетование, что Господь, он запрещает пожирающим, запрещает пожирающим. То есть, десятина это как сигнализация на твои финансы, на твои финансы, только это Божья сигнализация. То есть, Бог защищает тебя от поражающего. То есть, человек не придет, не заберет тебя, ты находишься под защитой Божьей. То есть, когда приходит какой-то кризис, когда люди даже испытывают какое-то поражение, особенно сейчас, во времена кризиса, во времена пандемии, во время сейчас санкций, это видно. Господь именно заботится, укрепляет финансы тех людей, которые отделяют ему десятин, потому что он обещал. И давайте прочитаем Малахия 3, 6, 10. Вернемся. Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Савалов. Вы скажете, что, как нам обратиться, можно ли обкрадывать Бога? Вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятины и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савалов. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка? Мы все знаем, ни для кого не секрет, что Иисус уже все эти проклятия взял. Долго не будем на этом останавливаться. Мы все должны признать, что никакие человеческие усилия, они не способны снять проклятие. Проклятие разрушается только через принятие жертвы Иисуса Христа и веры в Него. Давайте пройдем дальше. Галатам, третья глава, с 13 по 14. Вот здесь подробнее. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обешанного духа веры. То есть от силы проклятия можно избавиться только при помощи вот этой большей, большой силы крови непорочного Божьего Агнца. В том числе и от финансового. Поэтому многие, знаете, может быть, вы такие были, может быть, знаете, друзей, многие, кто диагностируют в мире у себя какие-то проклятия, какие-то неудачи, череда начинается. Все начинают бежать сразу в церковь, в храм, ставить свечки. Знакомо, нет или нет? Ну, наверное, большинство так делали. «Ой, у меня все плохо в жизни какие-то, что-то там это». Нужно пойти поставить свечку. То есть у человека есть понятие, что с каким-то проклятием человек не справится сам. Нужно прийти к Богу. И что такое проклятие? Проклятие – это в первую очередь последствия греха непослушания Богу. Проклятие – впервые оно было произнесено Богом по случаю грехопадения первых людей. То есть проклятие – это лишение, благословение, осуждение на бедствие. И Бог, конечно, Он хочет, раз уж мы говорим о финансах, чтобы мы в своих финансовых решениях руководствовались Его финансовыми законами. И сейчас, я повторюсь, сейчас наступил вот этот кризис, да, мы пережили пандемию, тоже множество свидетельств я здесь говорил, сейчас наступил кризис, сейчас вот, ну, вы знаете, что мы связаны с рекламой, с недвижимостью, и все. И вот сейчас моя молитва, знаете, как она выглядит так? Я молюсь, чтобы я и моя семья, чтобы Бог научил нас и помогал нам принимать правильные финансовые решения в это тяжелое время. то есть, чтобы мы были предпринимателями, слышим, ищими Бога. Я понимаю, что сейчас можно наделать дело вообще, можно наделать дело и упасть вообще очень низко. И когда ты слышишь Бога, а Он как пастор, помните 22-й Псалом, Он как пастор, Он ведет нас, Он проводит. И то есть, в очередной кризис, как и во времена пандемии, мы переживаем сейчас на самом деле умножение. Вообще, слава Богу. И вот, вот поймите, поймите, вот в такие трудные времена, когда по телевизору пугает или всего, вот это упование на Бога, вот эта верность в финансовых решениях в своих, она делает очень многие вещи великие. И когда мы отказываемся от приношения десятин Бога, мы отдаем себя на милость этого мира. То есть, мы становимся частью этого отделенного от Бога мира, который находится во власти сатаны. И вот здесь девятый стих, он дословно выглядит, то есть, не Бог тут проклял, то есть, вы сами себя прокляли. То есть, Бог-то сказал, Бог научил уже все, тебе нужно принять. Он даже говорит, вы испытайте меня, ребят, попробуйте, хорошо или плохо будет. Не было еще таких, которые сказали плохо. То есть, Бог нас не приклинает и не обрекает на нищету. То есть, мы сами создаем себе проблемы своим неповиновением его финансовым законам из Библии. И вот, единственное, что может помочь, это раскаяние в наших мертвых делах, в этой безбожной мировой системе и вера в Иисуса Христа. Вера в Его заботу, оно высвобождает нас от этой проклятой системы. И поэтому, в церкви мы чаще и чаще слышим вот именно вот эти новые финансовые свидетельства о переходе из какой-то тяжелой ситуации, из перехода из нищеты в благословение, в процветание. То есть, человек раньше ничего не имел. Бог научил, Бог благословил, Бог благословил эту верность. И то есть, уходит проклятие, приходит благословение. Еще три минуты. Потерпите меня. То есть, куда? Куда мы отдаем десятину? В дом хранилища. Мы говорили в первом, в начале этого послания. То есть, мы приносим туда, где нас знают. Здесь есть круг людей, которым мы доверили, которым мы дали разрешение, право быть нашими пастырями, быть нашими служителями, быть нашими попечителями и наставниками. Когда нужно приносить десятину? Десятина, она отдается по мере поступления новых денежных средств. То есть, мы с женой, первое, что мы отделяем десятина, то есть, мы ведем бюджетирование. У нас есть книжка, кому интересно, могу показать. Мы записываем на одном листочке все свои доходы и пишем все свои расходы. И первое, что мы записываем, это десятина. И опыт показывает, опыт показывает, это важно делать сразу на самом деле. Опыт показывает, что, если ты не сделаешь это сразу, если ты не отделишь десятину сразу, а потом ты распределишь все свои бюджеты и если останется на десятину, ты надеясь на это, то это будет сделать намного сложнее. И опыт показывает, что люди, которые затягивают с приношением десятины, Потом они в 99 случаев из 100 этого не делают. Разговариваю со многими людьми, которые испытывали такую проблему. Зачем? Об этом тоже мы подробно говорили в начале послания. Коснемся личной жизни каждого из нас сейчас. Посредством десятины Бог получает доступ в финансовую сферу нашей жизни. То есть согласитесь, глупо пустить Бога во все свои сферы, а в свою личную жизнь, в свою семейную жизнь, везде. А в свои финансы его не пустить. И так многие делают, к сожалению. К сожалению. И нужно изменять эту практику. А и десятина – это не случайно сформулированный закон. И мне лично нравится доверять Господу, особенно во времена кризисов. Мы никогда приняли решение такое. Никогда не пытаемся решить что-то своими силами. Мы всегда, прежде чем что-то распределить, куда-то вложить свои деньги, мы всегда молимся, мы всегда слушаем его, чтобы было правильное финансовое решение, чтобы не пришло поражение. То есть так мы являемся под защитой. И то есть принося десятину, каждый из нас, он становится кандидатами на чудо. Наша жизнь открывается для Божьего вмешательства в сферу финансов. И знаете, в самом начале, наверное, вспомню, очень много разговаривали со многими людьми, которые рассуждали о своих доходах с человеческой точки зрения. Когда они слышат слово «десятина» и поступает выбор. И они говорят, нет, я не могу. Они не видят возможности отделять десятину Господу, заботиться о своем доме-хранилище, да, и иметь потом достаточно средств, чтобы оплачивать свои счета, свои возможности, они боятся. Как так? Я сейчас отдам вот эту сумму, и мне не хватит. Я думаю, многие тоже это испытывали, такую дилемму. Однако, когда люди принимают решение все-таки поступить по-божьему, с правильными мотивами, отделять десятину, и уже в течение пару месяцев вот эта финансовая часть, она приходит уже в порядок. Многое меняется. Люди обнаруживают, к счастью, и как-то интересно им становится, что 90% оставшихся доходов теперь начинает им хватать, хотя раньше 100% этих не хватало. И причем люди, они понимают, я не начал больше зарабатывать, я не начал экономить. То есть происходит какое-то чудо для людей в их головах. И тут простая всего причина. Просто люди начинают упорядочивать свою жизнь согласно Божьим замыслам. И тем самым, ну, пускают Бога в эту сферу. И Бог, Он выходит навстречу. Когда ты открываешь какую-то сферу своей жизни, в том числе и финансов, Бог, Он делает шаг к тебе. Он приходит туда, Он наводит туда порядок. То есть у тебя была проблема со грехом. Ты сделал шаг, ты приехал на реабилитацию, ты исповедовал свой. Бог тоже сделал тебе. Он тебе помог. Так же и здесь. Все просто на самом деле. Ничего сложного нет. И последнее место давайте откроем. Исайя 55, 8, 11. Интересно, что у нас есть свои мысли, а у Бога свои мысли. И, конечно, мы знаем, что Бог, Он всегда прав. Господь говорит, мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мысли ваших. Как дождь и снег нисходит с неба и куда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать, произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно и совершает, для чего я послал его. Божье слово никогда не лжет, друзья. Оно живо и действенно и приносит обильные оплоды в жизни всякого, кто действительно от души, от всего сердца решается быть послушным ему. Во всех сферах. И нам нужно это принять. Друзья, молюсь. Аллилуйя, великий Бог наш, Господи. Благодарю Тебя за это служение. Прошу Тебя, пусть это слово коснется наших сердец, пусть оно изменит все. Помоги нам открыть свои сердца в сфере финансов. Учи нас, Господи, правильно поступать в Доме Божьем, оценить Дом Хранилища, Господи, ценить правильную духовную пищу, быть, Господи, в этой семье, укрепляться, Господи, умножаться, быть благословенным, быть благочестивым, быть праведным, стать счастливым, Господи. Боже, корми нас правильной духовной пищей из-за этой кафедры, Боже. Во имя Иисуса Христа, Боже. Являй свою славу, являй свое величие в наших жизнях, Господи. Чтобы пришло процветание, чтобы пришло укрепление, Господи. Чтобы были свидетельства измененных жизней, Господи. Чтобы мы прошли всякий кризис, Господи. С помощью Твоей поддержки, Твоего Слова, правильных финансовых решений, нашей верности, Господи, нашей приверженности Твоему Слову, Боже. Во имя Иисуса Христа, Боже, укрепляй нас везде, во всех сферах. Во имя Иисуса Христа. Аминь.